Итак, коллеги, добрый день. Начинаем наш вебинар. Меня зовут Кривенкова Наталья. Я функциональный архитектор по зупу и рекоментированному учету. Также функциональный архитектор по казначейству в системах УХ, ЕРП и ЕРПУХ и ведущий аналитик по бюджетированию водяной с управлением холдингом. У нас сегодня тема встречи – это штатное расписание без истории изменения водяной зарплаты управления персоналом. На следующую встречу мы рассмотрим с историей, с включенной историей изменения, когда мы будем ее отслеживать. Если чего-то не успеем на данном вебинаре, то рассмотрим на следующем, потому что тема достаточно обширная, могу не успеть все показать. Вроде как укладываюсь, но времени на вопросы тогда вообще не останется. Итак, следующий слайдик. Я уже вижу, что часть у нас впервые с нами. Добро пожаловать. Есть у нас постоянно уже наши слушатели, коллеги. Если кто-то не был на предыдущих вебинарах, у нас ведется запись встреч, и далее вебинары выкладываются, как у нас на сайте Кодерлайн, также на нашем YouTube-канале. Записи выкладываются буквально через день-через два после вебинара, и можно всегда и посмотреть, и отмотать назад, и даже какие-то вещи прощелкать по параллели, допустим, со своей динеской, и также точно зайти и остановить там видео, и уже ориентироваться благодаря видео, и останавливаться самостоятельно, вести вот этот момент. Так, хотела уточнить, интересны ли наши темы. Ну, судя по нашим постоянным уже коллегам, которые с нами уже, по-моему, 4 или 5 вебинаров, если вы нас посещаете, значит, все-таки я свою работу делаю не зря. Очень приятно. Также будем рады, если вы будете оставлять отзывы и пожелания на нашей почте, которая у нас есть. Здесь у меня указана моя почта, Кременкова.кодерлайн.ком. Есть также у нас общая почта для обращений, 1S.кодерлайн.ком. Каких-то ситуаций, когда вам нужно помощь, вы также можете, как и позвонить нам, также и написать нам на почту. Если у вас есть какие-то интересные и небольшие примеры, как, допустим, не весь НДФЛ, в 1С давайте пересчитаем, какая-нибудь ситуация на работе, которая случилась с 1С, и которая у вас не срочная, не горящая, то вы можете такие темы прислать на вебинар, на следующий. Вебинар у нас через неделю, то есть неделя через неделю. И на следующем вебинаре, если есть такие кейсы, я могу делать отдельный вебинар или кусочек вебинара, когда мы рассматриваем данные кейсы. Причем сделать пометочкой для вебинаров по ЗУП, для Кременкова и Натальи. Так, мы подождали всех уже, возможно, опаздывающих. Ввожу уже 1С на экран и начинаем. Итак, поехали. По программке. Где включается вообще ведение нашего штатного расписания? Мы рассматриваем, да, каждая тема нашей встречи, каждого вебинара, это не целиком вся 1С, когда какие-то определенные ее кусочки по ведению учета, да, вот у нас было одно из вебинаров, это как мы, в принципе, принимаем сотрудника, да, но мы рассматривали варианты уже, когда у нас есть уже какая-то позиция, да, штатного расписания, когда мы уже просто принимаем очередного человека. Если нам нужно создавать новое, или, например, нам базу передали только, да, то вот этот вебинар актуален и для продолжения ведения учета, именно до выполнения штатного расписания, и также для, возможно, изменения ведения штатного расписания в компании, и для абсолютно пустой, да, там, грубо говоря, базы, когда мы только переходим, да, из какой-то программы, из УПП, из старого ЗИКа на 1С-ку зарплату управления персоналом. У меня корп-версия, да, обычно корп-версия чуть более расширенная, лишние настройки у меня могут быть где-то, но не в сегодняшнем нашем разделе, поэтому корп-базовая, не обращайте внимания на название. Сейчас здесь выведены именно стандартные типовые вещи. Итак, где у нас включается штатное расписание? Штатное расписание включается у нас в разделе настройки, кадровый учет. Во-первых, оно задается изначально, да, при системе, но мы также можем изменить его и дополнить. У нас также был вебинар, где я пробегалась, да, с вами по настройкам вот этим, да, что они, в принципе, у нас есть в системе, и можно менять их именно из раздела настройки, да, есть настройки кадрового учета, есть зарплаты, и очень важно всегда кадровику садиться вместе с расчетчиком, да, и совместно заполнять эти оба раздела, когда вы принимаете систему. Если вы что-то хотите поменять, напомню, да, с темы предыдущего вебинара, что любые изменения вот в этом разделе, вот в этих двух подразделах, расчет зарплаты и кадровый учет, они являются очень серьезными и применяются на всю систему. Менять их туда-обратно нельзя, то есть нужно понимать, изначально либо мы меняем, включаем, настраиваем, либо мы их изначально не включаем. Мы можем расширить функционал и включить позже, но вот выключение каких-то настройок поведет за собой потерю даже части документов. Поэтому всегда вот эти вещи продумываем, и сюда просто так, да, вот в этот настройки кадрового учета, настройки зарплаты мы не лазим. На момент, когда мы именно настраиваем штатное расписание, да, вот в случае, когда мы принимаем систему, или когда мы хотим увеличить какой-то функционал, или вот как на данном примере, да, рассмотреть оба варианта введения штатного расписания, то да, мы сюда заходим. Итак, кадровый учет, и дальше нужно отлистать вниз, да, то есть вот эти настройки мы пока не рассматриваем, мы рассматриваем только штатное расписание. У нас есть отдельно подраздел «Штатное расписание». Здесь есть гиперссылочка, нажимаем на нее, у нас открывается вот такое окошечко. Настройка штатного расписания. По настройкам пробегусь чуть более подробно. Есть у нас автоматическая проверка кадровых документов на соответствие штатному расписанию. Сейчас мы это не включаем, а покажу на примере на одном из следующих вебинаров. Специфическая настройка. Нужны уже заранее готовые примеры. Когда покажу разницу включенной и выключенной, то есть система будет ругаться и проверять место нас, есть ли у нас позиция штатного расписания. Бьет ли стоит изменения штатного расписания. Это та самая настройка, которая у нас повлияет на вот эти два вебинара, а на этот и на следующий. Сейчас она у нас будет пустая, она у нас выключена история. У нас будет самый простой вариант введения кадрового учета. В следующем занятии мы ее включим, поэтому мы поменяем на системе достаточно серьезную настройку. Вилка накладок надбавки – это когда мы указываем от и до приставках. В позиции штатного расписания разряда категории обычно в типовом варианте 1С, когда вы принимаете систему, это не кто-то вам настроил, а изначально вот так идет в 1С, когда автоматически настроено таким образом, что тариф процент, как и цен. Это сделано для удобства, потому что большинство компаний используют вот такой вариант. Конечно же, его можно поменять, если у вас какие-то нестандартные моменты введения учета. Опять же, здесь вилка уже относится все-таки не только к кадрам, но и к расчетному отделу, да и к нормативам по власти труда. Бронирование позиций – это отдельный функционал, который ведется в 1С. Достаточно мало компаний его используют. Здесь подразумевается введение именно HR-учета, плюс еще в компании, когда у нас, допустим, очень много отделов работают в 1С. Но в реальности это очень крайне редко используется, потому что стараемся в зарплату не пускать посторонних людей, тем более начальников всех отделов. 1С – зарплата достаточно закрытая система, в которой желательно не иметь доступа людям, не связанным никак с зарплатой, то есть ни кадровикам и ни расчетчикам. И дальше количество дней по истечении – это автоматическое сброс брони. Итак, здесь мы настройку сейчас не включаем, специально показываю, она у нас остается пустой. И дальше переходим в такой маленький офф-топик. Если мы только получили систему, вот она у нас выглядит таким образом, вот мне никогда ничего не велось, нет ни одного документа, и нам, например, сотрудники любой компании франчайзи передают документы, например, забыли сказать, или вы забыли уточнить, где эти документы нужно проверить. Можете самостоятельно проверить документы на момент переноса, документы штатного расписания, окладок, ставок и даже количество дней отпуска. Это всегда остается за пользователем, потому что как бы ни была бы проверка односторонняя, всегда можно что-то упустить, и всегда рекомендуется проверять, где находится эта редкая вещь, которая бывает только на момент передачи системы. Главное – данное начало эксплуатации. Открывается вот такой журнал, в котором изначально тоже есть уже, в этом открытые настройки не мои, это стандартные, и здесь есть три вида разных документов. У нас, к примеру, на момент переноса с вами системы было бы здесь либо один, либо два документа. Обычно рекомендуется, один нас рекомендует сокращенный перенос, это переносится на дату, не переносится абсолютно вся кадровая история, а делается именно срез на дату перехода. Например, мы переносим зарплату на 1 января, каждого года, также можно перейти с 1 марта, с 15 марта. Например, закрыли зарплату и перешли. Начальной задолженности по зарплате у нас нет, поэтому документ будет пустой. Начальная штатная расстановка переносится, а, например, период оплачен, это будут у нас предыдущие месяцы до марта, январь-февраль. Итак, начальная штатная расстановка. Что это такое? Подтормаживает немного. Документ будет заполнен. Изначально, да, на момент переноса, здесь будет указан месяц, да, на который вы делаете перенос, дата, когда делается перенос, конкретный день. Организация может вестись, да, что у нас учет в компании, когда у нас несколько организаций ведется, да, в одной базе. И здесь дальше идет все в разрезе вот таком. Сотрудник, вид занятости, дата приема. Подразделение, какое рабочее место занимает, какая у него там зарплата, есть ли у него пересчеты, есть ли у него авансы, если да, каким образом, да, в этом году у нас уже мы особо не выбираем, каким образом у нас, расчетным образом обычно идет. График работы также сотрудника, потому что подтягиваются графики работ. Вот, если в компании ведутся грейды, и они включены в настройках, то еще и грейд. Отпуска. Здесь количество дней отпуска, которые на момент переноса, то есть на вот эту дату. Если вы, например, не успели выверить данные на 12.05, к примеру, да, у нас перенос вот сегодня, перенесли черновой перенос, да, проверили, повторно будет переноситься еще раз, да, то есть этот документ затирается, переносится заново по новой на тот день, когда вы уже все доперенесете с вашими правками и исправлениями, потому что, понятное дело, что в один день полностью отключаться от базы старой и переходить в новую никто никогда не будет, потому что всегда первый месяц рекомендуется вести параллельный учет в двух базах для выверки вот тех самых расхождений, которые могли быть не выверены вот в этом документе, которые могли появиться из-за того, что на момент перехода какой-то человек был на больничном, в отпуске, в отпуске по уходу за ребенком, это абсолютно обычные нормальные ситуации, да, или просто еще не на больничном, он больничный нам не предъявил, может быть, просто отсутствует по нелаясненной причине, а больничный у нас нет, поэтому мы не имеем права, да, завести больничный лист, и мы ему просто проставили ННК, но теоретически он же занимает у нас, да, вставку в компании, он же занимает на штатную позицию, он тоже должен попасть на момент переноса, таких людей, они все будут указаны в данном документе, если компания будет делать перенос по подразделениям, то здесь будет не только организация, но и будут вестись подразделения, да, этот документ может быть один на всю компанию, а может быть сделан каждый документ на каждое подразделение, это опять же зависит от ваших пожеланий изначально, но этот документ рекомендую всегда проверить на момент, когда вам передавали базу, потому что большинство ошибок дальнейшего учета в первый месяц все равно возвращается в этот самый документ, и от него все равно начинаются любые правки. А это было в том, именно в случае, если мы переходим, да, то есть мы не продолжаем вести учет, а мы только получили базу, настройки только проверяем, мы только донастраиваем в базе. Если мы ввели учет в компании, да, а у нас уже здесь было все включено, второй вариант, да, рассматриваем. Мы хотим просто вот ввести наш кадровый учет и принять там человека, завести новую должность, завести новое подразделение, что нам делать. У нас есть справочник подразделения, он находится как в разделе настройки, к которому не все всегда имеют доступ, да, если компания большая и кадровая служба, а также расчетный отдел достаточно большой, может быть ограничена только до начальника отдела кадров, который сюда имеет доступ, опять же, по причине вот этих очень важных настроек, которые можно случайно изменить и на всю компанию большие беды получить по исправлению. А обычные кадровики заходят из раздела кадра. Отдельно есть здесь подраздел штатное расписание. Как отсюда убрать вот это все лишнее тоже показывала на одном из вебинаров, можно посмотреть, назывался «Полнастрой зуб сам». У меня с тех вебинаров остался вот этот полный перечень, поэтому здесь не обращайте внимания, обычно у вас чуть-чуть поменьше, у вас типовые, скорее всего, у всех настройки. Итак, штатное расписание подраздел, да, и здесь есть отдельное штатное расписание подразделения должности и структуры предприятия. Всегда начинаем заполнение снизу. Почему? Штатное расписание – это уже эпогей, да, когда у нас есть уже и подразделение плюс должность, когда у нас уже понятно, в какую, да, в какую компанию у нас, в принципе, все заводится, да. Структура предприятия выглядит следующим образом. Это справочник, где у нас указано несколько наших организаций, как вот здесь, да, ведется учет нескольких организаций одной компании. И есть разные варианты отображения. Тоже покажу одну настройку, у которой очень часто спрашивают, как посмотреть, например, да, здесь только там, например, не таким образом, да, чтобы у меня верхняя там закрывалась, а как-то иначе. Есть настроечка «Еще», режим просмотра, например, список или дерево. Дерево не закрывает, да, вот это вот. Каждый раз я могу открывать, 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 проваливаться в ниже стоящие, и при этом у меня не закрывается настроечка. Иерархию мы только что смотрели. Список – это просто независимо от какой организации, просто весь список организаций, подразделений, да, у нас идет подряд, просто по алфавиту, от «А» до «Я». Я сейчас выставила, да, настройку от «А» до «Я», стрелочка вниз, может идти по номерам, но от «А» до «Я» мне удобнее, большинство тоже использует настройку. Например, да, у нас там три подразделения руководства, это не три ошибки, да, это у нас потому, что три организации есть, где в каждом из них есть такое подразделение. Бывает такое, что пользователь часто ищет, например, вот «Искал подразделение», да, вот нашел три руководства, они понимают, какое из них какое, да, чтобы не заходить в каждое, там как-то не пытаться вот проверить, да, какой организация принадлежит вот здесь. Это можно увидеть из общего, да, перечня, то есть хочется обратно перейти в режим дерева. Допустим, система может не дать это сделать. Обратите внимание, да, список серый, да, то есть это не потому, что сломалась система, а потому что вот здесь у вас уже есть какой-то выбор. Система не может, да, за вас сбросить выбор и показать вам вот выбранное вот здесь подразделение внутри списка. Вот эту штуку нужно сбросить. Либо на крестик, либо если вы искали также расширенным поиском, да, то расслово руководству. Да, аналогично, да, здесь у нас ничего не заполнено в покошке поиска. Наименование у нас, да, через расширенный поиск вот здесь было заполнено, и также точно мы не сможем перейти, да, в другой режим. Если бы здесь были какие-то фильтры, то аналогично фильтры нужно все сбросить, чтобы сменить режим. Сбросили. Режим просмотра снова доступен, да, мы снова можем менять там на другие варианты. Я обычно использую дерево или список. Итак, структуру предприятия мы посмотрели, да, здесь есть кнопочка создать. Здесь можно добавить, да, подразделение, которое будет в справочнике подразделения, да, сразу отсюда. А можно просто заполнить изначально из справочника подразделения. Кадры подразделения. Обратите внимание, что с подразделения нажимаю кнопку создать, система возвращает меня на ранее открытое окошко. И таким и таким способом, да, это можно сделать. Иногда по структуре удобнее отследить, куда ты добавляешь подразделения. Но опять же, у меня корп-версия. Итак, если бы у нас, допустим, не было структуры, да, мы бы зашли просто в... Сейчас закрою все. Кадры. Подразделения. И вот весь список наших подразделений. Здесь уже стоит по умолчанию фильтр по организации, по которой мы хотим, да, что-либо делать. Ну, выберем кронс. Кстати, не обязательно это может быть организация, это может быть также обособленное подразделение, выведенное, по-моему, на отдельный баланс. Выбрали кронс наш, например, да, и хотим создать какое-то новое подразделение. Например, вот хочу посмотреть сразу списком. Например, я вот не вижу отдела бухгалтерии. Вот хочу я не руководство, да, хочу еще отдел бухгалтерии создать, куда я приму там бухгалтер, например, еще одного. Кнопочка создать, наименование. Здесь вносится наименование. Полное наименование – это если нужно, дата формирования подразделения. Обратите внимание, мы здесь сами, да, выбираем. Здесь уже на автомате стоит галочка «Подразделение сформировано». И мы здесь сами выбираем день, на который у нас сформировано подразделение. Например, у нас подразделение формируется на 12 мая. До 12 мая у нас не было этого подразделения. Также у нас есть возможность уже выбора стандартных вещей, обособленное, не обособленное, территориальное. И самостоятельно, как и сформировано, есть возможность установить галочку «расформировано». Это обычно делается, когда мы переводим людей, расформировываем подразделения. Иногда бывает с одинаковыми названиями. Там из руководства, руководство, например, переводили. Но просто подразделения разные по структуре предприятий. Менялось структура предприятия. Мы делали технический перевод. Чтобы не переподписывать, например, документы, мы могли смухлевать и перевести в аналогично названное до последней запятой подразделение. Если, конечно, раньше мы эту структуру предприятия нигде не показывали ни трудовым, ни светили всю нашу цепочку. Вполне рабочую схему можно сделать. Подразделения «расформированные» не используются. Также точно здесь выбирается дата, на какое подразделение у нас уже расформировывается. То есть, например, у нас там подразделение существовало, там до этого количество времени. Мы зашли, нажали эту галочку, выбрали, с какого момента оно не будет сформировано. На этот момент из подразделения должны быть переведены люди. Иначе система не даст нам это сделать. Она скажет, что в подразделении есть еще сотрудники. И мы не можем расформировать действующее подразделение. Действующее оно будет называть опытным, потому что в нем есть люди. Итак, вышестоящее подразделение выбирается здесь. Организация здесь заполнена автоматом, потому что мы вот здесь организацию с вами установили. И у нас есть вышестоящее подразделение. Это если бы мы, например, заполняли в этом, создавали где-то и структуры, или также точно нас возвращает в структуру предприятия, где выбирают, то есть под кем это руководство, а подразделение находится, например, оно будет у нас под отделом руководства, частью отдела руководства. Руководство будет выше, бухгалтерия будет ниже. Таких вкладышей у нас может быть множество. У нас может быть 10 подразделение внутри какого-нибудь там огромного цеха. Можно указать здесь сразу график работы. Для всего подразделения этот график работы универсален, то есть для всех принимаемых сотрудников он будет автоматически проставляться. Удобно это в тех случаях, когда у нас действительно все подразделение работает по одному графику. Чтобы лишний раз не делать телодвижение во время приемной работы сотрудников, мы можем сразу этот график платить на подразделение. Опять же, действует только если у всех, грубо говоря, он единый, и мы не хотим ежемесячно развлекаться индивидуальным графиком. Можем заполнить дополнительные коды. Также обращаем внимание, есть вторая вкладочка обязательная к учету выплаты зарплаты. Про нее очень часто забывают. В ней стоят автоматические настройки выплаты заработной платы. Это из раздела настройки, из организации, как мы изначально для организации указываем, так и будет у нас вот здесь у всех подразделений от организации. Да, ставится настройка. Настройки, организации. Сейчас подвиснет немного. Наш фронт. Учетная политика, другие настройки. Бухучет и выплаты зарплаты. А вот здесь у нас выбран Сбербанк, Москва и даты. Также точно, если здесь было бы выбрано новых учет, то он проставлялся бы автоматически, когда у нас будет формироваться отражение зарплаты, он будет браться отсюда. И будет формироваться как раз таки отчет по отражению заработной платы. Если у подразделения особый какой-то учет затрат, например, идет, то возможно вот такой выбор отражения на указанном счете сетпоинта. Может даже быть и вот такой выбор. То есть распределяться между несколькими. Да, будь у нас там там мужик-ежик, например, да, и какого-нибудь там еще там будем в слоне, как сегодня считать. Опять же, обращая внимание здесь, мы говорили в прошлый раз, что у нас нет в зарплате плана счетов. Его не существует. Мы называем дебетом и кредитом исключительно текстовые поля, которые во время обменов, да, с другими именно бухгалтерскими базами, откуда остается бухгалтерский баланс, будь то бухгалтерия предприятия, Илха, Иерпи, Иерпух. Вот эти вот наши тамы, да, они подцепляются. Но опять же, это идет именно при обменах и преднастройках. Мы можем в системе называть это как угодно. Мы всегда называем это дебет-кредит, но в зубе у нас нет плана счетов. Поэтому дебетом и кредитом здесь является абсолютно свободное наименование, которое может быть даже с ошибкой, и может быть с точкой, да, потому что план счетов, например, у нас после номера счета 26-й точка, там, запятая, например, было бы и потом название счета. В нормальном плане счетов такое невозможно. Здесь мы можем создать с вами что угодно, хоть ужики, хоть ежики. Обращаем внимание, когда создаем, чтобы не было лишних символов, да, и чтобы потом было проще, опять же, интегрироваться. Да, как второй вариант. И при этом мы можем распределять, что 70% у нас вот так, 30% вот так. Очень удобная настройка для именно производственных подразделений, где, например, зависит что-то от проектов, например, да, здесь можно попробовать ввести в разрезе проектов, но если проекты постоянные, которые, грубо говоря, один и тот же, да, у нас там несколько лет в компании. Направление может какой-то деятельности, да, например, у нас тут целое подразделение рекламное, да, конечно, большую часть оно получает там с рекламной деятельности, там, не знаю, за счет наружной рекламы, да, например, и там какой-то маленький процент может быть при распределении ежемесячно, там, будет там 10%, там 10% стабильно, да, это там с другого направления рекламного, которое нам там совсем пресса мало приносит. Вот в таком формате, да, возможно, все настроечки здесь в подразделении. Автоматически остается, да, это месяц, когда мы это подразделение заводим, да, обращаем внимание, и записать, закрыть. Больше ничего не нужно. Подразделение у нас создано, при этом, да, может быть такое, что у части ваших подразделений график работы заполнен, у части подразделений график работы не заполнен, это только удобство в дальнейшем при приеме человека. Сейчас покажу на сотрудники. Наверное, лучше бы сразу прием. Прием на работу. Неважно, на кого, сейчас просто покажу разницу, да, у нас в случае настройки. Это все у нас не принятые. Подразделение у нас. Саша, это наша опечатка, да, в бухгалтерии. Обратите внимание, да, график не заполнился. Сейчас я подразделение снесу. Наверное, сохранить не буду. И сейчас, например, в нашей бухгалтерии, к примеру, да, исправлю ошибку. И второй момент, что я поправлю, это я вот возьму и вот здесь укажу еще и подразделение. Ну, это обычно у нас пятидневка бухгалтерия, да, работает. Заодно покажу две вещи, которые у нас здесь отрабатываются. Это графики работ и исправление наименования. Убираем наше подразделение, да, автоматически проставилась пятидневка. То есть то, что говорилось, что изначально просто удобство меньше заполнять. Только в этом разнице, да. Но когда прием сотрудников достаточно большой, у там увольнения сотрудников, там, текучка, в принципе, кадров, да, постоянно какая-то идет. И, естественно, там, у нас компания, да, не 100 человек, а там, например, кадровикинговая именно на заводе, где у него 200 человек и люди постоянно приходят, уходят, да, только его подразделение или 100 человек, только его подразделение. Конечно, это лишние трудозатраты, которые в больших объемах экономят время, если изначально указать в подразделении. Итак, также второй момент, который мы рассмотрели, да, если мы заполняем подразделение, и в подразделении у нас где-то изначально была ошибка, опечатка, была какая-то проблема, но это подразделение уже прошло полный месяц, полный цикл и имело в этом подразделении хоть один человек какое-то начисление, желательно, желательно не править название подразделения, да, например, и также в дальнейшем название должности, если уже по этой должности человек как-то получал денежку, потому что эти данные уже прошли в кадровых приказах. Они, например, да, там, если мы приняли человека, изменили ему какие-то там графики работы, что-то еще, ну вот и случайно, да, там, изначально не заметили, да, там, через три месяца только заметили, что у нас там опечатка. Лучше не править, лучше создать еще раз технически новое такое же подразделение, один в один с тем же названием, сделать технический перевод, чем что-то править, потому что потом могут быть проблемы с, да, той же самой трудовой инспекцией. Как ни странно, мелочь, но неприятно, когда они могут придраться за штатное расписание, что оно у вас часто меняется, да, и прислать нам письмо счастья с просьбой пояснить, а что у нас происходит в компании, почему у нас меняется штатка. Плюс при этом вот эти подразделения, да, они также точно попадают на наши вот ежики-ужики, да, которые у нас дебит-кредит потом в дальнейшем в других бухгалтерских системах. И будет очень сложно потом сводить, да, баланс, особенно если мы переименовали не одну букву, а, например, мы целиком все подразделения переименовали. Например, у нас был не отдел, да, вот бухгалтерия, как сейчас просто, а отдел учета, заработные платы сотрудников, который разбился бы еще на подотдел внутри, по бухгалтерам, по ТМЦ, по отдельным участкам, например, по первичной документации. То есть если бы это все еще начало разбиваться, то лучше заново сделать полностью все подразделения и всю структуру и туда перевести людей. Старый закрыть. Как закрыть? Да, мы можем зайти в любое подразделение, которое у нас было, например, да, и в любой момент, когда мы понимаем, да, что мы уже хотим в это подразделение оказаться, да, закрыть это подразделение. То есть прошло начисление зарплаты, перевели оттуда людей и обнулили подразделение. Вот таким образом. При этом закрытое подразделение. Сейчас не знаю, там есть люди, да. Потому что в нем еще, да, есть еще люди, есть еще подчиненные подразделения. Вот здесь, например, да, можно вывести еще одну колоночку. А можно сделать и вот так, галочку, и вот так. Сейчас нам это, да, ни о чем не говорит. Вот я нажала показать новые, да, у нас тоже еще обратите внимание на данном случае. У нас, как вот были, да, все одинакового цвета подразделения, которые мы завели, так и остались. При второй настройке с ведением учета, да, с ведением истории штатного расписания, здесь будет огромная разница. Здесь каждое подразделение, которое новое появилось, оно будет черненькое, не утвержденное, очень жирный черный шрифт. И даты вот так мы не сможем ставить, да, когда сформированы, не сформированы ручками, мы должны будем вводить специальные документы для того, чтобы наше подразделение начало действовать. Вот таким образом. То есть сейчас у нас самая достаточно простая схема ведения учета. Итак, здесь посмотрели, что же нам сделают с должностью. Подразделение там мы создали, а должность нет. Также точно в разделе кадра у нас создаются должности. Также точно штатное расписание, да, здесь в принципе не важно, но я обычно люблю идти снизу, да, с должности на подразделение. Ну, например, сейчас мы это сделали с подразделения на должность. Ничего страшного в этом нет. Есть и другие варианты обхода, когда мы уже более продвинутые пользователи, мы прямо из штатки создаем. Также точно, как если бы я сейчас прямо из приема на работу создавала и физика, и карточку сотрудника, да, система позволяет такие вещи делать. Главное не запутаться. Должности. И, например, у нас есть тоже должности. Опять же, у нас не ведется история о изменении штатного расписания, поэтому и должности здесь тоже абсолютно все, которые введены, да, вот дата ввода у нас есть. Если бы они не были введены в штатное расписание, да, то вот штатное расписание в компании, то вот они, например, вот такие вот жирненькие. То есть они созданы, но у них нет даты ввода. Что это значит? Сейчас мы возьмем это подразделение. Вот эта галочка, да, у нас ставится самостоятельно. Какого числа, грубо говоря, мы вводим в эту должность. То есть мы не просто ее создали, как черновичок, да, и вот оставили. Например, вот так. Обратите внимание, он просто черненький, без всего. А мы еще и вводим, да, данную должность. Например, я хочу завести должность бухгалтера по расчету заработной платы. И сразу автоматом системы предлагают, когда введена. Да, мы делаем это все в мае, да, 12 мая. Мы не заполняем, да, другие особые данные, хотя могли бы, да, там трудовая функция заполнить. Что это может быть, да, там категория воинского учета, если надо, да, ведется воинский учет. Опять же, он у нас включен по умолчанию, да, и если необходимо, мы его здесь заполняем. Грейд, ИА и другие данные. Аналогично галочкой выключается должность, да, и штатного расписания. Так же, как у нас подразделение галочкой включалось, галочкой выключается. Теперь мы можем закончить, да, приемную работу. Задним нюансом. Вот что не так, да? Мы создали вроде должность, мы создали подразделение. Все вроде хорошо, подразделение есть. Здесь написано должность. Мы только что ее создали, мы точно знаем, что она есть. И сюда заходим, да, здесь ничего нет. В чем дело? Обращаем внимание, что хоть это и называется должностью, здесь это позиция штатного расписания. И мы с вами в справочнике штатное расписание. И нашей новой должности, конечно же, здесь нет, потому что мы создали должность в справочнике должности, а штатное расписание мы еще не заполняли. Достаточно частый вопрос, да, от новых кадровиков, которые, да, знакомятся с зарплатой 1С, например, переходившие с паруса или, допустим, с САПа, что крайне, конечно, редко по зарплате, или, там, например, СУПП, да, не понимают. Бывают такие вещи, что написано вот так, да, для пользователя, то есть для вас, которые работают с этим, но всегда читайте еще и все ошибки, и читайте всегда название справочников. Они вам очень сильно подскажут. Здесь нет лишней информации. Очень часто система абсолютно правильно выдает все оповещения, что не так, куда посмотреть, что именно вы делаете не так, система вам сама подсказывает. Не пугайтесь вначале любой ошибки. Всегда читайте какое-то оповещение или читайте, где вы оказались. Понимаем, да, что штатное расписание у нас еще не заполнено. Оставляем наш документ, например, мы его там сохраняем, к нему вернемся попозже. Да, у нас появился номер документа. Хорошо. Мы создали... Здесь не буду сохранять. Мы создали должность нашу, да, бухгалтер по расчету зарплаты. Мы создали с вами подразделение. Дальше идем в самый верх. Штатное расписание. Тот самый справочник, да. Мы в нем опровались только что из документа прием на работу, а мы хотим создать, например, штатку самостоятельно, прямо вот из штатного расписания без приема сотрудников. У нас еще нет сотрудника, который пришел, а, например, у нас только-только вот согласовали еще одну штатную единицу, да, в штат. То есть сотрудника еще нет, мы еще не провели набор. Но уже готовы, да, оформить эту вакансию. Например, если у нас зарплата там дружить к каким-нибудь фонд-флому, то есть интеграция, было бы очень удобно. Создали в зарплате, получили уже часть заполненной карточки на поиск специалиста на том же самом хэдхантере, суперджобе, именно благодаря тому, что вовремя кадры, например, вы здесь заполнили. Итак, что мы здесь делаем? Выбираем организацию. Обратите внимание, опять же, у нас стоят те самые волшебные галочки, про которые я говорю, и даты. Это будет очень важно на следующей встрече. Так как база у меня одна, да, и параллельно показать на двух абсолютно аналогичных базах я не смогу. Я, скорее всего, буду открывать либо кусочек видео, либо свою презентацию, да, в которой будут именно вот эти скрины. И мы будем с вами смотреть после изменения настроек, да, что же поменялось, да, и будем обращать внимание именно вот на вот эти галочки и на даты. Итак, у нас есть организация, у нас есть дата, да, когда оно утверждено, мы ставим его лапками. У нас есть подразделение, которое у нас появилось. Мне лень искать, поэтому мы всегда используем. Мы там создавали бухгалтерию, отдел двух учетов. Бухгалтерия. Например, если мы его сразу не видим, да, мы можем воспользоваться быстрым подбором, причем по кусочку. У нас есть должность. Должность мы точно с вами создавали. Мы назвали по расчету, тоже, допустим, не вижу. Делаю кусочком, нахожу бухгалтерию по расчету зарплату. Данные поля, да, заполняются автоматически, исходя из того, что мы заполнили сверху. Если, например, мы ошиблись, да, перевыбрали. Обратите внимание, до того момента, пока мы не записали, ничего особо не делали, мы можем вот менять, да, и эта часть тоже меняется. Например, если мы записали карточку, мы ничего здесь больше поменять не можем. У нас исчезла возможность проваливаться в эти три точечки. Это уже готовая позиция. Если вы ошиблись и столкнулись с такой ситуацией, создавали, создавали, и, блин, не то создали, вот здесь вы править, конечно, можете, но этого делать не нужно. Почему? Потому что у вас будет, допустим, подразделение вы неправильно выбрали, да, бухгалтерию. Вы хотите не бухгалтерию, а какой-нибудь там сектор. Это будет неправильно, потому что называться везде у вас будет подразделение вот таким образом, а именно наименование там для печати и склонения будет вот таким образом. Это две разные вещи получатся в Одинессе. Должно совпадать. Если ошиблись, так как вот в моем случае, ну вот ошиблась, я хотела создать сектор, да, создавала, если я, к сожалению, уже сохранила, да, и у меня вот здесь появилась бухгалтер по расчету заработной платы, что поделось? Да, сохраняю, и еще пометить на удаление. Либо отсюда сразу, либо из позиции штатного расписания. Ну, я сейчас в этом документе. Так. А, утвердите позицию, я поняла. Обратите внимание, как только я снимаю галочку, что позиция у нас утверждена, да, у нас появляется возможность пометить на удаление, уже из общего, да, перечня, и мы можем безболезненно удалить это все из системы. Если у нас в системе, не дай бог, мы хотим пометить и удалить подразделение, которое было принято, утверждено, по нему были люди приняты на работу, и в нем числятся люди, и система это сделать не позволит. Далее автоматическое удаление, которое происходит, например, по расписанию, там, знаю, ночью, да, вот таких вот всех какого-то ошибочных документов, да, которые красненькие, ну, вот просто пробегать, один из кей сама удалять. Вам это делать не нужно будет, да, там, руками удаляются, это один из сама удаляют, и один из сама лишнее не удалили. Если вы случайно что-то не то пометили на удаление, не вскакивайте ночью в панике, не звоните специалистам, то все нормально. По удалению самостоятельно не произойдет, если есть хотя бы одна ссылка на любого сотрудника, который действующий. Такие случаи у меня прям действительно были из практики. У меня бухгалтера случайно, ну, в запаре во время закрытия зарплаты ошиблась и удалила, как она считала, да, что удалила действующее подразделение, она не удалила, это только пометка на удаление. Система ночью сработала, помечала объекты, бухгалтер в панике, звонок в 11 ночи, то есть там сейчас все удалится, я подключаюсь, во-первых, а, ничего, не удалится само, если не имеет хоть одну ссылку на действующего сотрудника. Второй момент, да, расписание удаления, оно часто так, не совпадает, да, что вот прям оно каждую ночь удаляет, его включают там раз в месяц, если даже это крупная база, чаще оно просто не включается, тем более в зарплате. Поэтому если вы пометили на удаление, не обязательно прям сегодня, вот прям сейчас, если есть секунды, документ пропадет, все пропадет, клиент уедет, гипс снимут, и будет все плохо. Нет, вы можете на другой день вернуться, в 99% случаев, чтобы так совпало, что именно в эту ночь прошло какое-то удаление, и вот удалило что-то нужное, само ничего не удаляется. А так, чтобы еще и совпало, удалилось, да, нужное, то, что вы пометили, то, что вот прям реально лишнее, лишнее, это крайне редко, чтобы совпало именно вот у вас, и вот потом вы пожалели, что вы там пометили на удаление. Вообще за все годы практики один такой случай был, что сотрудник вместо того, чтобы нажать сохранить, да, еще раз, тоже по запарке, какие-то изменения внес в документ, причем уже готовый, по запарке, вместо того, чтобы только сохранить, да, сохранил, потом что-то, зачем ты нажал пометить на удаление? Действующий документ тоже ничего не удалилось, все было хорошо. Не пугайтесь, даже фраза пометка на удаление. Так, позиция у нас утверждена, бухгалтерия, чтобы не исправлять сейчас новое, да, и заново там, не ставить на пометку на удаление, я ее не поставила, я просто ручками сейчас доправлю, как это должно быть. бухгалтер про счет на заработные платы, сектор бухгалтерия. Можно скопировать отсюда, ставить вот так, можно было вариант целиком вот так, да, скопировать. Также можно обратить внимание на склонения, да, какие у нас есть в падежах, это то, как у нас будет значиться в кадровых документах. Опять же, иногда бывает, что опечатка всплывает именно в склонениях. Был такой случай, неправильно склонялось подразделение, здесь можно поправить так же точно, да, или просклонять заново на эту кнопочку нажав. Сюда принимается у нас та самая ставка, то есть тут заводится тот самый вид начисления, та самая ставка, это вот, вот эта вот позиция, да, чаще всего у кадровиков называется ставка. То есть есть человек, некий, да, еще пока не существуешь, есть вакантная позиция, да, которая вот будет занята этим человеком, который к нам позже придет. И мы сейчас, допустим, прописываем какой-то оклад на эту позицию, например, там оклад по часам, оклад там 10 тысяч рублей, да, прошу прощения, тачпада тронула. Динеска сейчас сама пересчитывает, потому что эта опция у меня включена, также точно ее можно отключать. Это делается в больших компаниях, она специально отключается, в маленьких она специально включается, чтобы были автопересчеты, чтобы не забывали пересчитывать. Если есть категория, разряда заполняется, аналогично заполняется сотрудниками уже кадровая служба, трудовая функция, например, вот такие вещи. Обязательно ли заполнять? Нет. Но вот эти вот коды у вас в дальнейшем пойдут в один из отчетов. Если есть какие-то льготы по этой ставке, мы тоже заполняем. Аналогично кадровый резерв. Аналогично, если есть какие-то супер требования, и мы хотим их ввести в 1С, мы можем это здесь заполнить. Но прошу учесть, у нас опять управление персоналом корп. Здесь чуть-чуть больше будет возможностей. Ну и, соответственно, программа обучения, это тоже из корп части, поэтому на ней подробно не останавливаюсь. Нас интересуют вкладки «Оплата труда» и дополнительно. Две самые главные вкладочки. Итак, мы указали сумму, мы указали в этой части все, да, подразделение, организацию, должность, казалось бы, все хорошо, позиция утверждена. Мы здесь также можем, обратите внимание, указать график работы, который изначально подтянулся у нас откуда? Из подразделения, потому что мы там изначально указали. А если бы мы там не указали, например, в бухгалтерии, работали бы сотрудники, кто-то по графику 5-2, а кто-то по графику 2-2, например. Так случилось бы, такой пример. То мы бы не на бухгалтерии указывали бы, например, такие графики, а именно в позиции штатного расписания. Что именно вот такой бухгалтер по расчету заработной платы. У нас работает две недели в месяц семидневку, а две недели в месяц, неделя через неделю три дня в неделю, в обычные восемь часов. Это опять же можно сделать здесь, то есть перевыбрать графики, например, именно конкретно под эту позицию. Я оставляю пятидневку. Профили должности, сейчас мы их не ведем, с вами не хочу подробнее об этом останавливаться. Это отдельная работа с кандидатами, потому что опять же это корп. У меня сейчас корп-версия. В обычной версии вот этой вот штучки ее нет. Если мы заводим позицию штатного расписания, тоже чаще всего стандартная ошибка. Мы хотим завести две, вот нам согласовали две вакантных ставки. Нам не нужно вот здесь делать копию. мы просто вот здесь увеличиваем количество единиц. Также количество единиц может быть дробным. у меня точку не ставят. Единственное запитание как язык. Видимо, у меня не включено еще в настройках ведение неполного, неполных ставок. Так, пока поверим на слово, что можно полторы-две. Покажу сейчас в следующий раз. Допустим, да, мы ставим сразу две ставки. У нас вот, допустим, требуется два расчетчика. При этом, если у нас расчетчик старший и младший, и оклады у них отличаются, у них в принципе название отличается, да, и оклады отличаются, тогда да, мы заводим здесь две разных позиции. Если, например, один и тот же бухгалтер, но с разными графиками. Вот, например, бухгалтер у нас стандартный будет, да, расчетчик заработной платы. И при этом, например, у них были бы разные графики. Там одна работает пятидневку, другая работает на полставки три дня в неделю, например, на неполной рабочей неделе. Там три дня почти полностью, там по семь часов, два дня она вообще у нас не появляется. То в этом случае, да, мы также точно могли бы не заводить отдельную карточку, потому что именно график мы сможем скорректировать в приеме на работу. Да, вот, например, индивидуальные условия у сотрудника. Но если все стандартно и нет каких-то других супер изменений, мы можем заводить одну общую на нескольких сотрудников. Итак, бухгалтер у нас создан. Жали сохранить. Можем ли мы не указывать начисления? Можем ли мы не указывать дополнительно? Конечно, можем. И график мы тоже могли не указывать. Дальше потом тогда эти действия нам придется указывать вот здесь. Да, обратите внимание, вот появилось наше штатное расписание. График работы у нас подтянулся. Ведь занятость у нас стоит всегда автоматически, основное место работы. И также точно у нас автоматически считается, что это одна ставка. Всегда. отпуск и другие льготы также точно у нас можно заложить вот здесь, да, на вкладочке дополнительно. Если есть какой-то дополнительный вид отпуска за ненормированный, например, да, именно у этой должности, мы можем это заложить изначально в позиции штатного расписания. И дальше данные все будут подтягиваться в карточку. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы меньше потом заполнять в приеме на работу. Меньше потом заполнять в документах переводов. Бывает такое, что переводов технически в компании достаточно много. Есть такие компании среднего уровня, да, не огромные гиганты, но в которых просто постоянно что-то меняется. постоянно меняется структура. Это абсолютно нормальная ситуация. Поэтому чем больше вы изначально заполните, тем проще вам будет в дальнейшем ведение деятельности. Уже такой, как по приему, переводу, увольнение. Вот такие элементарные вещи. Опять же, если компания небольшая, стабильная и все хорошо, учет может быть максимально простой, половина всего может быть не заполнена, и пришел там нам один человек в году, да, и мы заполнили вот просто уже в карточке вот сотрудника, да, там при приеме на работу мы это все заполнили, и у нас все хорошо. Нам не нужно там вылизывать штатку, держать ее в идеальном состоянии, заполнять абсолютно все вот поля в штатном расписании. Нет, конечно, учет намного проще. Но если компания средняя или большая, эти данные лучше заполнять, потому что проще потом будет в дальнейшем это все обслуживать вам же, да, вам же как пользователям, вам же с этим работать. Если есть, да, там работа дистанционно, мы опять же ставим. Итак, время у нас подходит к концу. Я не успела, да, с вами рассмотреть еще пункты отчеты по штатному расписанию, по штатной расстановке. Мы рассмотрим в следующий раз кадровые отчеты от трудовую функцию, потом заполню. Рассмотрим в следующий раз, покажу, в чем разница, и в следующий раз со скриншотами с этой презентации покажу разницу, да, по настройкам с историей ведения, да, кадрового учета. Как вот здесь у нас меняется структура, как у нас меняется немного прием, да, на работу, как у нас в принципе меняется деятельность по штатному расписанию. Второй вариант удобен для заводов, и то я бы оспорила, удобен ли он. Удобен он в случае, если это только один человек все контролирует. Если это делает несколько человек, то всю жизнь во всех компаниях, больших именно, если это несколько человек имеет сюда доступ, да, к штатному расписанию, всегда будет каша. Абсолютно всегда. Как только это контролирует один, человек, да, одно ответственное лицо, чаще всего штатка очень красивая, но это бывает крайне редко. Итак, коллеги, надеюсь, понравилась наша сегодняшняя встреча. На сегодня заканчиваем. Желаю всем хорошего дня, хороших выходных, и если есть какие-то предложения, пожелания, да, почта, у вас есть кодерлайны, и плюс есть ссылочка на наш YouTube-канал. Видео будет выложено чуть позже. Жду вас на следующем вебинаре в это же время, через неделю. продолжим по штатному расписанию и посмотрим историю введения штатного расписания с другими настройками. Спасибо большое на комментарии. Если есть какие-то предложения, отзывы о работе, конечно, тоже будем рады отправляться тоже на почту. Мы всегда за открытых предложения. Да, всего хорошего. Спасибо. Спасибо.